Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Приступим! Я вас всех очень рада видеть на своем канале. Я настолько голодная, если честно, я прям очень хочу роллы. Я даже не успела накраситься особо. Ну, в общем, давайте начнем. Как я обожаю с креветочкой этим. У меня прям аж руки трясутся. Вот реально у меня руки трясутся. Когда все голодные, думают, что съем вот все. Вообще никогда не надо заказывать еду, когда ты голодная. Хотя логично, что когда ты голодная, ты заказываешь себе что-то покушать. Здесь рыбка у нас, огурчик, сыр Филадельфия. Вот могу абсолютно искренне вам сказать, вчерашний мукбанг, он был очень вкусным. Очень. Один из самых вкусных для меня. Сыр Филадельфия с этой рыбкой получается вообще пушка. Я вам в инстаграме показывала в магазине, какую именно рыбку я взяла. Именно в этой упаковке. Там какой-то берег. В общем, я вам вставлю. Увидите. Обалденно. Вкусно. О чем поговорим? Давайте посплетничим. 14 февраля я увидела в истории Ольги Бузовой, что она плачет. И мне вот реально так больно стало, так неприятно. Как будто я вот прочувствовала ее боль. И хейтеры, как всегда, начали писать. Вот игра на публику. Я не думаю, потому что все, что есть у Ольги Бузовой, это ее аудитория, она как бы делится своими страданиями. Вообще, не знаю, всегда мне симпатизировала. Она и во время Дома-2. И сейчас. Увидела эту историю, как-то, не знаю, грустно стало за нее. Потом увидела пост. Что Дмитрий Тарасов подал в суд на уменьшение алиментов, так как он больше не играет в сборную. Естественно, у него такой зарплаты уже нет. И он больше не может платить такую сумму. Ему назначили алименты в сумме 50 тысяч рублей. А раньше, получается, он платил 400. Там его адвокатша дает интервью. И она как раз рассказывает эти все тонкости. Меня удивили комментарии. Все пишут, почему он должен уменьшать алименты. Бедный ребенок не виноват в том, что у него появились еще дети. Я немножко, если честно, даже в шоке. Ну, человек не зарабатывает, как раньше. Почему он должен платить алименты, как раньше? И потом. 50 тысяч – это тоже немаленькие деньги. Вот реально меня восхищают женщины, которые сами поднимают своих детей и получают алименты где-то 10 тысяч и при этом нормально живут. Не то, чтобы так и должно быть, но 50 тысяч – это тоже хорошо. Понятное дело, что надеются, что всю жизнь тебе будут платить алименты в размере 400 тысяч и ты будешь путешествовать, ничего не делать, просто тратить эти деньги. Глупо так думать. Понятное дело, что эта лафа когда-нибудь закончится. Карьера футболиста, она же не вечна. Я смотрю на эту ситуацию, раньше я всегда поддерживала бузу и думала, блин, какой же Тарасов плохой. Но сейчас я смотрю на них и мне симпатизируют оба. Просто у всех разные приоритеты и разные цели в жизни. Кому-то там карьера, другому там счастье, семейные детки и все дела. Просто смотришь, наблюдаешь за жизнью популярных людей, за жизнью звезд. Просто вспоминаешь фильмы, вот реально фильмы берутся из жизни. Что происходит у нас в жизни, про то и снимают. Я когда увидела эту историю, где Оля плачет, кто видел, тоже напишите в комментариях. Ну блин, это так искренне. В моей жизни тоже были такие моменты, когда мне было безумно грустно, плохо, фигово. И самое круто, это когда тебе пишет твоя аудитория, ты можешь поделиться, у меня реально были проблемы в отношениях. И мне иногда просто в инстаграме рандомно кто-то, например, напишет, Айка, что-то ты на мукбанке какая-то грустная. Мне, например, хочется с человеком поделиться, я там обсуждаю все свои жизненные проблемы, рассказываю все тонкости. И у меня такое ощущение, как будто я сходила к психологу. Поэтому некоторые, кто пишет, зачем это выставлять? Блин, это знаете, как помогает. Каждый напишет какой-то свой совет. Я однажды в видео сказала или в комментариях написала, в общем, точно не помню, но я сказала, что типа 4К, и ты можешь смотреть 4К или нет, зависит от интернета. Я на самом деле так думала всю жизнь. Но потом мне в комментариях одна девочка написала, что ты че, Айка, дело вообще не в этом. 4К это типа поддерживает твой телефон или нет. То есть это независимо никак от интернета. Вот. Да и вообще, ты что-то говоришь, тебя поправляют, что-то подсказывают. Не могу сказать, что я все в своей жизни прямо вам рассказываю. Но процентов, наверное, где-то 70 рассказываю. Например, насчет моих квартиросъемщиков я вам рассказывала про проблемы, что как происходит. Сейчас, правда, мирно живут, никаких проблем нету, ничего не ломается. И слава богу, мы с ними договорились, что если у них что-то будет ломаться, то уже мы будем платить 50 на 50. Смотрю, в тик-токе, там блогеры рассуждают о том, что покупать недвижимость и сдавать это невыгодно. Выгоднее вложить деньги в какие-то валюты, там, не знаю, акции, облигации. И мама тоже, насмотревшись таких видео, мне говорит, вот Айка, ты купила квартиру, вложилась, а тут люди говорят, что это совершенно невыгодно. Ты бы могла вложиться во что-то другое и зарабатывать гораздо больше. Но не то, что я призываю всех покупать квартиры и сдавать их, просто, например, я купила квартиру год назад, правильно? Даже года нету. И после моей покупки квартиры резко подскочили цены на недвижимость. то есть я получаю деньги со сдачи квартира. Это раз. А во-вторых, цена моей недвижимости, если я сейчас буду ее продавать, уже значительно больше. Поэтому, возможно, где-то можно заработать и больше. Но я это делать точно не умею. Я обожаю стабильность. Пусть даже небольшой заработок, но стабильный. Как же это вкусно, ребят. Это просто обалденно вкусно. Обожаю роллы. Мама уже неделю с периодичностью каждый день где-то два раза предлагает мне взять еще одного котика. Я немного в шоке. Знаете, почему? Сначала я думала, что она просто шутит, но теперь я понимаю, что нет. Кто помнит, кто смотрел мои видео, помните, когда я взяла Твикса полтора года назад, мама была категорически против, мама говорила, зачем, не надо, это все ответственность, отпусти на улицу. А сейчас мама обожает просто Твикса. И предлагает учать. если я встречу по дороге какого-то маленького котенка, уличного, беззащитного, я обязательно возьму. Меня просто удивляет, как меняется мнение человека. Даже элементарно, вот я меня иногда обвиняют, что Айка, раньше, где-то два года назад, ты по-другому говорила в видео, а сейчас говоришь по-другому. Получается, ты лицемеришь. На самом деле нет, просто мнение человека меняется, например, у моей мамы. То есть раньше она считала, что домашнее животное дома, это очень большая ответственность, то есть сложно. А сейчас она понимает, ничего осилил. Я так без макияжа странно выгляжу. Я нанесла только то. И бронзер. Потом позвонил курьер. Я была настолько голодная, что я решила не доделывать макияж. И так пойдет. У нас в некоторых ресторанах устраивают суши-дэй. То есть ты, например, платишь вход где-то 17 монат, 17-18, и ты можешь кушать сколько угодно разных роллов. Мне уже в комментариях пишут, сколько можно ходить вот в этой кофте. Сколько можно снимать в этой кофте. Мне она настолько нравится, хотя ей 100 лет. Я была настолько голодная, что прям кушала со скоростью света. Как будто кто-то гонится за мной или как будто я из голодного края. Мне часто так пишут в комментариях. Но я наелась. Было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.